В этой жизни мы сдаем экзамены для перехода в иную жизнь. И поэтому Бог попускает дьяволу свободно нас скушать на определенных границах, чтобы его злоба помогала нам работать над собой. Благой Бог, добрый Бог не допускает дьявол, чтобы он уничтожил нас до конца. Некоторые ангелы не спали и по своей гордости стали демонами. И тогда Бог сотворил человека, третье творение, чтобы этим творением восполнить другое творение, падших ангелов. Прародителям Адаму и Ею было дано великое благословение стать со творцами Богу. Он сделал их творцами, подобными самому себе. Но если человек сам не хочет трудиться духовно, то что сделает Бог, говорил старец? Бог не хочет вмешиваться, потому что он чтит свободу человека. А кто хоть немного расположен к тому, чтобы не опечалить Бога, пойдет в рай, скажем так, в галошах. Благой по своей природе Бог буквально втолкнет его в рай. Он даст ему намного больше того, чем человек заслужил. Звучит «эктиня» на греческом языке. В переводе с греческого «эктиня» означает «протяжно совершаемое моление». Кирио Лейсун, Господи помилуй. Кирио Лейсун, Господи помилуй. «Для Бога нет величайшей боли, чем видеть человека в мучении», — говорил старец. «Думаю, что одной лишь благодарности Богу за многие его благословения, смиренного с любовью отношения к его образам, нашим ближним, достаточно для того, чтобы наша душа была упокоена и всей, и в иной жизни». «Один человек спросил старца, очень хорошо, Бог есть сама любовь, и как же он может оставить человека в аду?» Отец Паиси отвечает ему, что если человек привык к бузукам, а бузуки — это народный инструмент, который используется в трактирах и других подобных заведениях для вывеселения, человека, привыкшего к бузукам, если даже силы посадить в рай, он и там будет бузуки искать. Рай чувствуют люди, которые достойны его чувствовать, потому что рай — это сам Бог, и те, кто живут в Боге, живут в раю. А другие люди, душа которых нечиста, их даже если напротив Бога посадить, они не будут его видеть, не будут его чувствовать, не смогут принять его. Ад — это жизнь не в Боге, невозможность жить в Боге». Субтитры создавал DimaTorzok у старца, аскета, у которого строгий вид и длинная борода. А увидел человека Божия, весьма похожего на ребенка. Я спросил, «Это вы отец Паисий?» Он мне ответил, «Садись, чадо мое». В окрестности монастыря Кутлу-Муш, на келе которого жил отец Паисий. Но меня произвело огромное впечатление, что я увидел человека, столь похожего на ребенка. Ведь в Евангелии Господь сказал, «Если станете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Старец Паисий был невинный как дитя, благодушный и радостный. В келе я с ним никогда не жил, потому что отец Паисий всегда жил один, а я жил рядом с ним. У каждого старца есть богатство от Бога. Я не знал других старцев, я знал отца Паисия. И честно вам скажу, у меня не было нужды общаться с другими старцами, потому что я чувствовал полноту рядом с ним. Во всяком случае, я твердо знаю одну вещь, что если у человека есть доброе расположение, даже если он ведет мирскую жизнь, то этот человек все же сподобится божественной помощи. Благой Бог устроит так, либо с помощью землетрясения, либо молнией, либо потопом, либо словом, либо с помощью какой-то болезни. Благой Бог не оставляет человека. И когда человек приходит в себя, Господь снова ему помогает. И мы думаем, предполагаем, что же будет с бедным миром? Но видите, Господь не оставляет. Он заботится о мире. И теперь мы видим род добрый, хороший, золотой. Сегодня христиане вынуждены становиться более верующими, хотим мы того или не хотим. Если не преодолеть свои недостатки, пока ты еще молод, то потом их будет трудно преодолеть, говорил старец. Ибо чем старее становится человек, тем слабее его воля. Если у человека нет силы воли, то он не может сделать ничего. Святой Иоанн Златоуст говорит, «Хотеть и не хотеть. Заключается всё». То есть всё зависит от того, хочет человек или не хочет. «Великое дело», — говорил старец. «Бог по природе благ и хочет нам добра. Однако нужно, чтобы хотели и мы». «Бог по природе благ и хочет нам добра. Иерский монастырь. Крестно-ход с Иерской иконой Пресвятой Богородицы. Крестно-ход с Иерской иконой Пресвятой Богородицы. Крестно-ход с Иерской иконой Пресвятой Богородицы. «Наилучшим образом устроят всё добрый Бог», — говорил старец. «Но необходимо многое терпение и внимание, поскольку часто, торопясь распутать клубки, люди запутывают их ещё больше. Бог распутывается терпением. Нам нужно многое из боли молиться, чтобы Бог вмешался в происходящее». «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». «Hидовый Божий, Левик Божий, Святый Божий». Силей, снимай.